ну что перед нами геймбой сейчас я буду реставрировать в общем меня получается сколько геймбоев 333 и подождите ну да 31 у меня целый 2 нужно их реставрировать вон один второй не очень они очень дорогие смотрите здесь коррозии коррозия металла нужно будет этот сам геймбой он рабочий я просто по защищал немного в общем что нужно с ним сделать по почистить от коррозии это все брать удалить сейчас раскрутим он рабочий у нас мы уже проверяли и мы еще тут есть дисплей вот он дисплей почему сейчас его реставрируем за геймбой работать единственно без вот этого защиты вот она защита это она идет защита сейчас зачищаю здесь все и приклеют эту защиту защита вот так здесь все обезжирить надо и приклеить потом здесь была коррозия почистил как смог но так он рабочий этот получается не рабочим будем ремонтировать этот геймбой не рабочий тоже я заказал в общем стекло сюда она не стекло как пленочка типа такая серенькая поставлю возможно этот продам этот себе 100 не знаю короче посмотрю но в общем реставрирую сейчас все вот так вот покажу я вам сейчас ножичком сдираю все клей это старые потом сейчас на новое то все в заново поклею и здесь надо тоже разделить и такую за три доллара я заказал поставим типа защита на экран ну так делается реставрации ребята что первый геймбой реставрировал вот он так вот выглядит все обезжирил заклеил ты тот защиту на дисплей красивый какой у меня сейчас он сушится этот второй он короче работали что-то с дисплеем какие-то черные полосы на дисплей смотрите его открутил здесь такие шурупы какие-то специфические с тремя этими гранями ну в общем горем пополам открутил вы смотрите он был залитый экран не показывая возможно думать здесь контакты вот идут к самому дисплею сейчас это все нужно будет зачистить промыть все обезжирить и заново проверить я думаю должно его заработать может тут мне к тут где идут к крану контакты посмотрите какое состояние вот к крану здесь идут контакты они залитые и поэтому контакты короче нужно будет по защищать чтоб нормально все показано попробуем может что-то и сделаем сейчас раскрутим вот эти шурупчики вот они раз два смотрите здесь какое состояние поближе приведу так вот она все все нужно вот это еще плата еще как-то более более менее это так вообще я посмотрел здесь как шлейф он тоже залит и смотрите какое но все коррозия нужно будет сейчас контакты по защищать короче разбираемся ладно рестарируем одно сделали сейчас сделаем вторую с экраном какие-то полосы черные такие идут и все она рабочая но экран сам дисплей саму защиту я уже заказал но тут немного дисплей поцарапанный как видите что мы делаем здесь мы тоже за зачищаем этот старый клей и я новую заказала на скоро придет защита на дисплеем ее поставим здесь и вот он сам шлейф смотрите я вам поближе приведу вот она все залито контакты сейчас попробуем отсоединить этот шлейф gameboy от этого шлейфа и будем пробовать зачищать все полностью внутри посмотрим результат ребят ну что один гибу gameboy мы реставрировали осталось теперь второй ну здесь вот видно царапины здесь на этом дисплее заказал я такую как типа пленочка но это не пленочка на дисплей 3 доллара мне стоило вот сейчас я она без него было я по защищал здесь все обезжирил сейчас заклеим вот этот она как раз в пазы встает заклеим и какая проблема в нем в общем проблема в нем такая я вам покажу он рабочий но он не полностью рабочий включаем его вот пошло ниндендо здесь настройка экрана видите какая полоса полосы в общем вот на нем идут полосы сейчас эти полосы будем убирать разберем его полите настройки смотрите попробуем эти полосы сейчас убрать очень разбираем я покажу как это все убирать но он рабочий рабочий с батарейки просто проверили ну-ка вот должно быть это все на экрана но получается половина не видит смотрите заходят буковки заходят вообще за стену это сейчас это все разберем сделал попробуем сделать если у нас удастся еще сделать выбор игры выбираем любую игру такая игра типа что-то хаммер сроки по бросание этого молотка видите да ладно все не будем будем сейчас ремонтировать это все чтобы был полноценный экран зарить и он должен быть где-то здесь экрана и здесь он только вот на этом отрывке сейчас покажу как это все делать мы все открутили тут у нас 8 или 9 или 10 этих шурупов нужно открутить и пробуем достать вот этот дисплей и будем сейчас паяльником вот у нас она станция паяльником контакты короче тут матрица идет и контакты бум как типа спаивать и будем проводе нужно потом будет его включить ну вот что-нибудь подложили поднили сюда вот мне это кратко типа пленочки такой и сейчас проходимся паяльником вот здесь вот так вот под 300 градусов вот видим я ночью будет уходить все и полосы будут уходить чтобы этот контакты не склеились получается вот таким макаром убираем полосы вот здесь вот сняли резиночку вот такой вот резиночка и вот паяльником возле самого дисплея проводимся вот так вот ловите и она убирается по чуть-чуть по чуть-чуть эту но здесь еще одна полоска появилась вот мне нужно будет убрать еще вот эти две полосочки вот они появились мне брон неудобно просто держать в одной руке паяльник другой телефон чтобы снимать для вас вот проводимся раз по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть и но это все уберется еще чуть-чуть осталось вот как видите давайте попробуем еще ловить уже почти почти еще чуть-чуть осталось дисплей я сделал как ведь он немножко поцарапаны здесь но так вот видно уже все сделано нет никаких полос ничего все реставрировано ставим обратно все и включаем его вот так вот ну что ребят все работает за включу покажу без полос без ничего сейчас только наклеим вот это вот которая пришла за 3 доллара или 2 доллара я открыть без полос без ничего все теперь работает отлично включаем о супер все вот такой был ремонт спасибо всем до скорой встречи